МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу события. Добрый вечер. Сегодня в выпуске. Гарнизонный развод – это традиция. Бешенство – заболевание не только диких животных. А сейчас более подробно. Гарнизонный развод провели сотрудники отдела внутренних дел. На мероприятии отмечен вклад милиции в обеспечение общественного порядка и борьбу с преступностью. Стала традицией проводить гарнизонные инструктажи на центральной городской площади. Жители Речицы таким образом могут со стороны наблюдать за работой милиции, вклад которой очень велик в отделе обеспечения порядка на улицах, борьбы с преступностью. На гарнизонном разводе сотрудники ОВД ознакомились с криминогенной обстановкой, получили служебную информацию, продемонстрировали задержание условного преступника. На мероприятие прибыл начальник областного управления внутренних дел. Сергей Шутов пообщался с личным составом, отметив при этом, что главную оценку работы милиции дает народ. Что касается криминогенной обстановки, в том числе и в Реческом районе, то она стабильная. Отмечается снижение преступности в целом, преступности по линии уголовного розыска и преступности тяжких и особо тяжких преступлений. Если говорить о раскрываемости, абстрагируясь от цифр, цифры, это, будем говорить, наша внутренняя оценка, но никак она не важна и незначима для простого гражданина, то по раскрытию мы тоже имеем позитивную динамику по всем составляющим криминогенной обстановки. В целом по преступности и по тяжким и особо тяжким. Но если уже говорить о процентах, то сегодня есть снижение преступности и есть снижение тяжких и особо тяжких преступлений более чем на 10%. Речится к моему, будем говорить, удовлетворению, и думаю, что это не только мое, но и в целом оценит и власть исполнительно-распорядительная, и законодательная власть региональная, что есть снижение преступности и в целом по Реческому региону, и есть позитив в раскрытии преступлений. Да, есть значимые такие, имеющие негативный общественный резонанс преступления в области, значит, они тоже, мы имеем позитивную динамику в раскрытии, значит, есть преступления, которые имеют, значительно наносят определенный урон определенным сферам экономики, это особенно в сфере горпомышленного комплекса, поэтому есть понимание власти, есть понимание власти областного и районного уровня, и предлагаются все усилия тем, чтобы не только милиции, но и руководителями, субъекту хозяйствования принимать все необходимые меры и превентивного характера, и меры участия и реагирования, чтобы минимизировать последствия и не допустить совершения тяжких преступлений. Под марш прощения славянки сотрудники ОВД отправились на места несения службы. За 9 месяцев текущего года на территории Реческого района зарегистрировано 17 случаев бешенства животных. Впервые за много лет бешенством заболела корова. Неблагополучная обстановка и в Гомельской области в целом. За этот год произошло уже 211 случаев. В текущем году в нашей как республике, так и в области, и в нашем районе отмечается крайняя и благополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости бешенства. Эпид ситуации обострилась. Специалисты бьют тревогу. Осложнена она в первую очередь тем, что отмечены случаи бешенства среди домашних животных. И если встреча дикого животного настораживает и можно постараться избежать ранения, то по отношению к домашним питомцам это не всегда срабатывает. Кот буквально позавчера. Был нормальный кот. Все в себе было спокойно. Вдруг кот стал такой агрессивный, такой возбужденный. И мужчина шел по улице, и кот сзади напал и укусил его за ногу. Его так это убили. Вот ветеринарная служба доставила в район, в областную ветеринарную службу, в лабораторию. Бешенство подтверждено. Уберечь себя и домашних питомцев от подобных ситуаций можно. Прививки проводимой ветслужбы эффективны практически на 100%. Но только в том случае, если сделаны они по правилам. Животное, которое мы закупили, щеночка, мы делаем первый раз, через 21 день мы делаем повторный. В этом году в Гомельской области зарегистрировано 211 случаев заболеваний животных бешенством. Лидирует в списке лисицы 116 случаев. Также отмечены волки, собаки, куницы, еноты. Кроме диких животных в Реческом районе зарегистрировано бешенство у домашних. В деревнях Дуброва и Озерщина заболело две собаки. В деревне Молодуша кот, в Василеичах корова. Специалисты призывают быть осторожными. В случае обнаружения животных с признаками бешенства, звонить в спецслужбы. И быть внимательными к себе. Даже при незначительном ранении следует обратиться к врачу. Не лишней будет и доврачебная помощь, оказанная в экстренном порядке. Необходимо промыть рану мыльным раствором с хозяйственным либо детским мылом. Насухо вытереть ее. Затем промыть рану перекисью водорода. Если такая имеется, также вытереть насухо. И затем края раны обработать раствором йода, будь то водной, либо спиртовой. Потому что укушенные раны, это достаточно серьезно, лечится долго, а бешенство, собственно говоря, неизлечимо. На протяжении всей недели в городе проходили мероприятия, посвященные Дню Матери. Свой подарок к празднику преподнесли творческие коллективы городского дворца культуры. Праздничная атмосфера царила уже в фойе дворца. Любители живого звука могли потанцевать или просто послушать. Со сцены в адрес матерей звучали слова благодарности, признания в любви. Выражались они в стихах и песнях. С чем можно сравнить плоды к матери, которая во тела и во снивы двоих, пятерых и более детей? Высокая ответственность за судьбу своих детей, необыкновенное трудолюбие, «Материнская доброта и бескорыстие» отмечаются в нашей стране на самом высоком уровне. Сегодняшний концерт, надеюсь, станет для вас настоящим праздником с песнями, танцами, праздником, который вы, матери, по праву заслужили. Мама, небо в свете словом не на ней. Мама, ты растеряешь, вот печаль не пей. Скажешь ты, я слов твоих душей теплей. Как со мною мама не спала ночами. Помню и когда трою тихо вверх, Я пришлющий вон в руке твоей. Крем про огню. Мама, я пришла к тебе. Самые синие небо над нами Во силовой стране Весны приходят с волшебными знаминь Во силовой стране В северном рассыпались Слуги по планете Вечной будет за девочкой нежной Своим отражением Забыть про бумажный корабль Поддержим, что терпит крушенье Волыстые волосы С щедростью лета С летами увечены Живет неосознанно В девочке Это Нечистые женщины На сегодня это вся информация Подготовленная к эфиру. Впереди вас ждет прогноз погоды. Всего вам доброго. До свидания. Прогноз погоды ближайшие двое суток Ожидается 21 октября Облачно с прояснениями Ветер северо-западный С переходом на южные 3,6 метра в секунду Температура воздуха ночью 3,5 Днем 12-14 градусов тепла 22 октября Ожидается облачный Преимущественно без осадков Ветер южный 3,6 метра в секунду Температура воздуха ночью Плюс 6,8 Днем Плюс 12,14 Субтитры подогнал «Симон»